Дети с бабушками, пока мамы за решеткой, в Нижнекамске начался суд над девушками-наркодилерами. Поиски продолжаются. Три дня 77-летняя пенсионерка не выходит на связь. Бесплатные уроки виртуозного вождения, когда в Нижнекамске начнется ямочный ремонт. Самое безопасное учреждение найдено пожарной, проверили школу искусств. Светлый праздник Пасхи уже в это воскресенье. Как к нему готовятся в Нижнекамске? Продемонстрируют всю мощь. В городе пройдет турнир по армрестлингу. Об этом и не только. Прямо сейчас это новости на телеканале НТР в студии Эльвира Софиулина. Здравствуйте. В Нижнекамске судят двух молодых мам. По версии следствия, они не только принимали, но и продавали наркотики. Их поймали благодаря сообщению нижнекамца. Полицейские провели спецоперацию. Это первая встреча с родственниками после долгой разлуки. Вот уже два месяца девушки находятся под стражей. Вместо того, чтобы заниматься воспитанием детей, молодые мамы выбрали криминальный путь. По версии следствия, они злоупотребляли наркотиками и продавали их. Мы совершили преступление, предусмотренного пункта мальча из 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконный сбыт наркотических средств. Вершенную группу лиц по предварительному сбору. Статья, по которой обвиняют молодых девушек, серьезная. В деле несколько эпизодов. Одна подсудимая уже отбывает срок по другой статье. У нас стоит? Да, по 158. Какое наказание дали? Год и три. Оперативная информация о женщинах-наркодилерах появилась благодаря одному жителю Нижнекамска. Чтобы задержать их, полицейские провели спецоперацию. Находились в подъездной номер 17 дома 5-я по улице Юбинска, город Нижнекамска, Республика Тадарстан. Незаконно сбыл андроновое вещество, свяжящее в своем составе наркотическое средство. Масса 0,61. В качестве свидетелей в суде выступили работники уголовного розыска. Эта девушка лично проводила обыск после задержания. В составе для курения было два бумажных сверстка, сотовый телефон, полный шковый бумажный сверсток с порошкообразным веществом и две пюре. У обеих девушек остались дети. У одной пятилетний сын, который сейчас находится у тети. У второй двое детей в возрасте 7 и 3 лет. Сейчас один из них проживает с отцом, второй ребенок находится у свекрови. Если вина подсудимых будет доказана, своих детей они не увидят еще долго. Максимальное наказание, которое грозит по данной статье – до 15 лет лишения свободы. Судебные свидания перенесли на другой день по просьбе подсудимых. Они требуют явки всех свидетелей. Следующее судебное свидание состоится 18 апреля. Мы будем следить за развитием событий. Регина Сулейманова, Марсель Жираев, Новости НТР. В Нижнекамске уже три дня ищут пропавшую пенсионерку. Она ушла на прогулку и с тех пор на связь не выходила. Накануне мы рассказывали вам об этом. После выхода сюжета на нашу редакцию обрушились десятки звонков. Столько же сообщений появилось в соцсетях. Каждый утверждает, что видел бабушку. Вот только места все называют разные. Да, да, да. Да, это самая бабушка была. У нее в руках был вот, наверное, этот же самый пакет. Женщина, которая делает ремонт на вокзальной 8А, сразу же узнала пропавшую бабушку. С потерянным взглядом она искала квартиру сына. Спросила бабушка, я говорю, вы к кому-то придете? Мне, говорит, 56-ю квартиру надо, у меня здесь сын живет. Потом стоит около меня, я говорю, это на четвертом этаже, для меня это слишком высоко подниматься. Я говорю, можешь позвать? Да нет, он от меня только что ушел. Около меня постоял минут пять, максимум десять и пошла обратно. Увидев наш сюжет о поисках Розалии Раяновой, женщина сразу же позвонила на НТР. И таких после выхода материала было очень много. К поиску Розалии Раяновой подключилось очень много нижнекамцев. Активисты пишут, что видели похожую женщину возле магазина «Лента» на промышленной зоне и даже возле гостиницы «Кама». Но мудрее всего поступил сын потерявшейся женщины. Женщина уже не раз оказывалась в подобной ситуации. Поэтому сын установил на телефон матери специальную программу, которая отслеживает ее маршрут. Раньше это помогало. Ну, потому что были уже прецеденты, что адрес не могла найти. Нас-то помнят, адрес не могла найти. Я просто ее поэтому находил, ну, по телефону позвонил. Плывало то, что путала дома. Корабельная 20, там целые сутки там показывал. 3-го числа. Сейчас же то ли телефон сел, то ли произошел некий сбой. Но программа не работает. Женщину найти не удается. Еще раз посмотрите на это фото. Женщину зовут Розалия Раянова. Она ушла 3-го апреля. Была одета в синюю куртку до колен, белую шаль и черные сапоги. Рост около 160 сантиметров. Худощавого телосложения. Волосы седые. Если вы обладаете хоть какой-нибудь информацией, то звоните по телефону 112. Александр Комаров, Евгений Лозаев. Новости НТР. Вместе с весной к автолюбителям пришла и головная боль. Замена резины, ремонт дисков и подвески стали для них привычным делом. Ямы, прятавшиеся под снегом, вновь повылезали, доставляя водителям массу неудобств. Когда в этом году ждать ремонта дорог, узнаете прямо сейчас. Эту фотографию мы получили от нашего телезрителя. Он не очень-то обрадовался приходу весны. Следуя по городу, мужчина угодил в яму. Там, как говорится, колесо и оставил. На дороге что? Ямы вылазят? Намного больше. Ой, вообще. Всю зиму ямы были. Особенно вот от этого, от Афанасовского кольца до поста ГАИ. Там невозможно ездить. С приходом весны количество ям на дорогах увеличилось. Пожалуй, каждого первого встречного нижнекамского автолюбителя можно отправлять на конкурс виртуозного вождения. Они его практикуют ежедневно, объезжая ямы и выбоины. Усугубляет ситуацию и лужи. Часто водители попадают в капкан, не заметив яму под водой. Назвать точное количество выбоин на нижнекамских дорогах пока невозможно. Сейчас идет их подсчет. Да, в этом году ямочный ремонт обязательно будет. У нас 6,5 миллионов на 5 тысяч квадратных метров. Общая дорога была одна. Сегодня определенно, кто это будет делать. По плану, основная реконструкция начнется в конце апреля-начале мая, когда лужи высохнут. Но, как нас заверили, самые аварийные участки начали приводить в порядок уже сейчас. Об этой теме нам рассказали телезрители. Если у вас тоже есть важные информации, то можете сообщать о ней по телефону 40 07 70. Пишите на наш сайт, его адрес ntrdfiz24.ru. Или посредством мессенджера WhatsApp, его номер 8 917 93 73 077. Всю неделю мы получали гневные сообщения от наших зрителей. Нижнекамцы не могли получать и отправлять посылки. И действительно, почтовые отделения не функционировали несколько дней. Светлана Шумкова выяснила, из-за чего возник сбой в работе. На прошлой неделе те, кто приходил на почту, были неприятно удивлены. По 3-4 дня люди не могли получить и отправить посылки, заплатить за кредит или провести иной платеж. Ответ был один. Не работает программа. Мы не могли принимать почтовые переводы, наложенный платеж. Предлагали клиентам в других отделениях обслуживаться, отправлять. Посылки, которые с платежами, мы выдавать не могли. Мы брали телефон у клиента. Сейчас с их обзваниванием, кто приходил, выдаем уже. Единственное, что могли делать сотрудники почты, это выдавать бандероли и посылки без наложенного платежа. Сбой в системе произошел в четырех отделениях. Причина в том, что по всей республике в почтовых отделениях запустили обновление программного обеспечения. Однако не везде программа заработала сразу. В течение суток наши программисты, в принципе, этот вопрос смогли решить. И мы уже постепенно вернулись к полноценной работе. Почему быстрее не смогли? Все-таки это связано было и с управлением. И работа эта была программой, она централизована. Сейчас все отделения связи работают в штатном режиме. Оказываются все услуги для населения. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, Новости НТР. Совместно с Росфондом мы продолжаем проект помощи больным детям со всего Татарстана. Сегодня история Кристины Карповой из Казани. У нее с рождения синдром короткой кишки. Девочке всего полгода. За это время она перенесла три сложнейшие операции. Сейчас ей нужны дорогостоящие лекарства. Помочь их приобрести можем мы с вами. Отправив смс со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Все хорошо. Кушаем с аппетитом. Довольствуем с тем, что есть. К врачам малышка Кристина уже привыкла. Увидев знакомое лицо, улыбается. Доктор ежедневно проверяет состояние девочки. Интересуется у мамы ее самочувствием. Ей всего шесть месяцев. Она уже перенесла три сложнейшие операции. Последняя, самая страшная. У девочки открылось желудочно-кишечное кровотечение. Есть синдром короткой кишки врожденной. Длительность заболевания очень большая у нас. В связи с тем, что есть функциональная непригодность части отдела тонкого кишечника. Было множество операций. Последняя операция, которая проведена была, операция, слепооперация, которая позволила нам удлинить кишечник достаточно хорошо. И теперь ребенок приближается, постепенно приближается к своей норме кормления. Из-за проблем с кишечником Кристина не может нормально питаться. Здоровый малыш в ее возрасте съедает около 180 мл детского питания. А девочка осиливает лишь 50. От этого и развитие запаздывает. В отличие от сверстников, малышка неуверенно держит голову, не умеет сидеть, держать игрушки. Необходимые витамины девочка принимает. Но это происходит с помощью катетера, который врачи вживили в вену. Чтобы нам выписаться в домашние условия, нам необходимо поддерживать это натуральное питание. Но оно очень дорогостоящее. То есть в месяц, там порядка, как мне объясняли, 150 тысяч. Ну, просто нет такого возможности. Чтобы девочка смогла жить полноценной жизнью, необходимы дорогостоящие препараты. Курс стоит 600 тысяч рублей. Неподъемная для семьи сумма. Помочь девочке можем мы с вами, отправив СМС со словом «Дети» на номер 5542. Стоимость сообщения 75 рублей. Как внести больший вклад, можно узнать на сайте нашей телекомпании и Русфонда. Мы продолжаем рассказывать вам о ходе пожарных проверок. Сегодня в центре внимания детские учреждения дополнительного образования. Надзорные органы посетили школу искусств «Созвездие». Оказалось, это один из самых безопасных объектов города. Почему, узнаете из следующего материала. Система оповещения исправна, уже радует. Сигнал громкий, хорошо слышен во всех помещениях и классах. Что касается пожарных выходов, то они расположены в каждом крыле. И, что самое главное, запираются изнутри без ключа. Пожарные рукава есть, огнетушители на месте. Их проверяли полгода назад, они исправны. Планы эвакуации на всех этажах, картинки с номерами экстренных служб висят через каждые несколько метров. Пожарные рукава есть, система мониторинга, кнопка тревожная, все, что нужно есть. У нас же бывают планы эвакуации, мы готовы всегда. Проверка показала, что школа искусств «Созвездие» – один из самых безопасных объектов города. Но и здесь не обошлось без нарушений. К примеру, к одному из пожарных счетов нет легкого доступа, он закрыт. А ключи у администратора. Нарушения выявлены, крайне незначительны. Руководители школы будут приглашены в ЖК городскую прокуратуру для дальнейшего принятия мер прокурорского реагирования. Напомним, проверки мест массового пребывания людей начались 28 марта после трагедии в Кемерове. За это время специалисты надзорных органов выявили порядка 150 нарушений. Сегодня во дворе дома Менделеева, 32Б, вспыхнул автомобиль. 14-я стояла на парковке, к счастью, хозяина в этот момент в ней не было. Очевидцы вызвали пожарных, они потушили огонь. Но спасти машину не удалось, авто полностью выгорело. От комментариев владельц автомобиля отказался, как и работающий на месте ЧП дознавателем. Предварительная причина возгорания – замыкание проводки. Найти неисправность в работе автомобиля и устранить ее всего за 20 минут. Именно такие задачи поставили перед студентами-автомеханиками на Олимпиаде. Кто же из них стал лучшим, расскажет наш корреспондент. Быстрое и качественное техобслуживание машины – то, что на деле должны уметь участники Олимпиады. Найти неисправность и устранить ее за 20 минут для студента агропромышленного колледжа и претендента на красный диплом оказалось проще простого. Пока мною замечено было только по ходовой части, это были растянутые рычаги нижние. Но пока больше не обнаружено. Тормозная система находится в нормальном состоянии. Затем, как выполняются задания, следят эксперты. Это опытные преподаватели с большим стажем. Они отмечают высокий уровень подготовки участников. Здесь вообще заходят очень быстро, все определяют ребята. Они тут многие участники WorldSkills. И все эти у нас соревнования проводятся по системе WorldSkills. Поэтому очень быстро они все это устраняют, находят. Почти нет. Ошибок почти нет, не допускают. Участники демонстрируют не только практические навыки, но и теоретические. Эти испытания и 23 лучших студента со всего Татарстана проходят в рамках республиканского этапа Всероссийской Олимпиады, которую седьмой год проводят на базе Агропромышленного колледжа. Это высокое доверие Министерства образования и науки. Так как мы имеем большой опыт проведения таковых мероприятий, идеальную, хорошую материально-техническую базу и высококвалифицированный инженерно-педагогический состав как организаторы этой Олимпиады. Главный приз – поездка на Всероссийский этап в Сыктывкар. Уже известно, что нашу республику представит студент из набережных Челнов Максим Будрин. Регина Сулейманова, Евгений Лозаев, Новости НТР. В это воскресенье весь православный мир отмечает древнейший и самый почитаемый праздник христианского вероисповедания – Светлую Пасху. К такому событию готовятся основательно. В домах, в храмах идут генеральные уборки, пекутся куличи. Наша съемочная группа смогла оценить масштаб подготовки. Благословляю свящаясь куличи, и благословляю святого Духа ко мне, и священного имя Отца, Сына и святого Духа, аминь. В этом году хлебокомбинат шагнул дальше, чем просто выпечка куличей. Их осветили прямо в цехе, так что на стол горожанам они попадут уже благословенными. Хватит всем. На протяжении пасхальной недели хлебокомбинат выпекает свыше 5000 штук в день. Каждый с любовью. Независимо от того, что наши люди работают без выходных, как вы видите, все улыбаются. Спредпосыл свыше, наверное, есть. Поэтому и куличи производятся с любовью, с радостью. И надеемся, что покупатели тоже это оценят. Не уступает масштабам кулинарным и размах подготовки к встрече светлого праздника в храмах. Доставлен баннер, его установят на территории комплекса. Живые цветы украсит один из главных символов Воскресения Христова – плащаницу. Певчие шлифуют звучание, доводя его до совершенства. Кипит работа и в трапезной храма. На пасхальном столе должны быть особые блюда, которые готовят только раз в году. Кулич, творожная пасха и, конечно же, крашеные яйца. Сейчас пищевые краски позволяют выкрасить их во все цвета радуги. Но Наталье больше по душе рецепт, проверенный годами. В луковой шелухе – это естественный цвет, и цвет детства. Мы всю жизнь варили в луковой шелухе, а это уже остальное. Потом вот они, какие красивые. Потемнее больше луковые шелухи, потемнее будут. Со временем они будут темнее. Ну и луковые вкуснее. И вкуснее они, вкуснее. Так натуральное такое-то. Яиц на Пасху будет очень много. И даже вот такое огромное. В храме Воскресения Христова его изготовили специально для маленьких прихожан. Сразу после утренней службы, во время народных гуляний, они смогут расписать его своими руками. Но до Пасхи в субботу православные вспомнят не только о погребении Иисуса Христа, но и о его победе над темными силами, благовещении. В этот день верующие завершат все приготовления к Пасхе. А Воскресение станет днем света, жизни и обновления. Днем, когда воскрес Иисус, искупив все человеческие грехи. Один из зрениях святителей, Иоанн Златоуст, говорит, постившиеся, непостившиеся, воздержанницы и ленивые, все приходите на этот праздник, на этот пир веры. Потому что Господь всех нас призывает, чтобы мы вкусили радости праздника Господня. С древних времен пасхальное богослужение происходит ночью. И эта традиция нерушима. Праздничные службы во всех храмах Нижнекамска начнутся в 11 вечера. Крестный ход в 12 ночи. Наталья Лушникова, Рафаэр Ракипов, Новости НТР. Для удобства нижнекамцев в городе организованы дополнительные транспортные маршруты. Завтра с 22.30 до 12 ночи от автовокзала через храм Рождества Христова к церкви в воскресенье Христова и обратно будет курсировать автобус. Также добраться до храмов можно на трамвае. Движение маршрута номер 2 7 апреля будет осуществляться с 10 вечера до 6 утра с перерывом на 2 часа с 12 до 2 ночи. На этом моя часть выпуска завершена. Далее смотрите новости спорта и прогноз погоды на завтра. Я напоминаю, связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70 или посредством сайта ntrdfiz24.ru. До встречи в эфире. Сегодня в новостях спорта. Панель пропал. Реактор встречает Ярославский Локо. Снова золото. Анастасия Иванова отличилась. Зеленодольский. Об этом не только сразу после рекламы. Мы могли бы долго рассказывать о своей истории. Как построили современный нефтеперерабатывающий завод. Как создали, пожалуй, лучшие дизельные топлива Танека. Исключительное по своему качеству и чистоте, благодаря передовым технологиям производства. Но сейчас на разговоры нет времени. Ведь вы уже приехали, и мы не можем заставлять вас ждать. АЗС Татнефть. Просто вы здесь главный. На телеканале НТР обзор спортивных новостей. В студии Кирилл Довкаев. Здравствуйте. Начнем с хоккея. Пан или пропал. В эти минуты на льду не тихим аренам. Жарко, как никогда. Реактор проводит третий матч полуфинальной серии против Ярославского Локо. Стартовала серия для наших парней на выезде. В двух матчах нижнекамцы потерпели два поражения. Так что сегодня может решиться, смогут ли реакторчики продлить свое пребывание в плей-офф. Пока Локо ведет серию 2-0. Напомню, что в плей-офф МХЛ серии длятся до трех побед. Так что ставки на игру крайне высоки. В случае проигрыша Реактор отправится в отпуск. И борьбу за кубок Харламова прекратит. Стоит отметить, что отыграться с 0-2 наши парни могут. Подобные серии уже были. Так что можно надеяться, что и в этот раз подопечные Касаткина смогут собраться. И при поддержке родных трибун возьмут верх над Локо. Сегодняшний матч стартовал в 6 вечера. Трансляцию ищите на сайте МХЛ. В записи игру покажет канал КХЛ-ТВ сегодня в 10 вечера. В случае победы четвертая игра противостояния Реактора и Локо пройдет завтра на нефтихим арене в час дня. Реактор – это 30 человек, которые работают как единый механизм. Работают в полной самоотдаче. И самое главное – любят свое дело. Реактор – это быстрая реакция на все, что происходит на льду. Отсюда и эмоции. Во время всех наших матчей. В интернете так и написано. Реактор – это аппарат, действующий на основе различных реакций. Вот мы и реагируем. Реактор – это больше, чем просто команда. Мы все здесь друг за другом. Реактор – это семья. Мы любим не себя в хоккее, а хоккей в себе. Мы – сила и характер. Эмоции и желание быть лучшими. Сильное желание быть лучшими. Мы – реактор. Теперь о тяжелой атлетике. Представительница спортивного клуба нефтихимик взяла золото республиканского чемпионата. Чемпионат Татарстана по тяжелой атлетике стартовал сегодня в Зеленодольске. Весовой категории 58 килограммов среди женщины уступала представительница спортглуба нефтехимик. Мастер спорта международного класса Анастасия Иванова. С суммой 185 килограммов, 85 рывок плюс 100 килограммов толчок, наша спортсменка стала победительницей соревнований. Напомню, ранее 24 марта Анастасия Иванова взяла золотую медаль Кубка России, который состоялся в Сочи. Сильнейшие аром-рестлеры со всего Татарстана соберутся в Нижнекамске в эти выходные. На базе многофункционального зала «Ярыж» пройдет открытое первенство города. Нижнекамское первенство своего рода от всех сильнейших с прицелом на дальнейшее включение в республиканскую сборную, ну и, конечно же, подведение итогов соревновательного сезона. Ежегодно в Нижнекамск для участия в этом крупном турнире приезжают более сотни аром-рестлеров. Охват спортсменов высокий, допускаются как юноши, так и девушки. Возрастных и весовых категорий будет много, потому проверить свои силы и мастерство сможет самый широкий круг спортсменов. По результатам турнира сильнейших наградят дипломами и медалями. Также одной из целей турнира является выявление наиболее перспективных спортсменов для участия на предстоящем первенстве Татарстана. Ну а на сегодня у меня все. Смотрите далее в эфире НТР прогнозы погоды. Я же с вами прощаюсь и напоминаю, что связаться с нашей редакцией можно по телефону 40 07 70, а также посредством нашего сайта ntrdefiz24.ru. До встречи в эфире. Спонсор выпуска – магазины «Технорай» и компьютеров. Ну что вы такой закомплексованный? Потому что у нас полный комплекс работ по ремонту ноутбуков. Компьютеров – это полный комплекс работ по ремонту ноутбуков. 7 апреля в Нижнекамске пасмурно, возможен дождь. Температура воздуха плюс 3 градуса. Ветер южный – 5 метров в секунду. В выходные в Нижнекамске возможен снег. Спонсор выпуска – магазины «Технорай» и компьютеров. Ремонт ноутбуков и компьютеров любой сложности. И любые комплектующие для ноутбуков и компьютеров. А также полный апгрейд. И еще информация от спонсора. Превратим компьютер-пенсионер в мечту «Танкиста». Теперь апгрейд на 4, 6, 8, 10 ядер от 2500 рублей. «Технорай» Менделеева 34А. «Технорай» Менделеева 34А.